Запах гарины Смоленской ощущается даже на третий день после пожара. Сообщение о возгорании жилобы дома поступило в час ночи 11 марта. Приехавшие к месту ЧП службы увидели охваченное пламенем деревянное здание и людей, которые чудом успели покинуть помещение. Назарева со стороны смотрел лишь вот этот мужчина, 28-летний житель заводского района, ранее несудимый, безработный. Это видео стало для оперативников отправной точкой в расследовании злоумышленника задержали. На допросе стало понятно, на его счету ни один и даже ни два поджога. В период времени с апреля 2018 года по март 2019 года на территории заводского района было зарегистрировано 6 фактов умышленного уничтожения имущества путем поджога частных домов граждан. Уголовные дела возбуждены по статье 167 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание предусматривают в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Все поджоги совершены в ночное время с использованием горюче-смазочных материалов. Вооружившись бензином и спичками, злоумышленник отправлялся на ночные поджоги. Всегда выбирал безлюдные улицы, но жилые дома. Неадекватные были. Укогольный опьянение поджигал? Да. При помощи чего поджигал? Бензин. Бензин откуда брал? С него. С машины сливал. Свои машины. В последний раз когда ты поджег и где, на какой улице? Улица Смоленск. Дом какой? Да, не знаю. Как ты попал в этот дом? Как зашел? Залез. Или забор. Раскаиваешься, не раскаиваешься? Вину признаешь? Признаю вину. Раскаиваешься? Да. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Жители Заводского, оказывающие содействие полицейскими, активно принимавшие участие в поиске злоумышленника, надеются, что после задержания предполагаемого поджигателя смогут спокойно спать по ночам. Эллада Бжалимова, Андрей Багаев. Вести, дежурная часть Саратов.